Всем привет! Вы смотрите канал «Мошенники звонят по телефону». Наливайте чайку, кофейку, ближайшие несколько минут пройдут просто великолепно. Но перед началом разговора пиши комментарий, ставь лайк, подписывайся на канал и бей в колокол. Всё это нужно для того, дорогой мой друг, чтобы как можно больше людей увидели этот ролик и не попадались на мошенников. Продолжение следует... Я только сейчас подтянулась. А вы говорите, неделю назад проходили? Ну, где-то так, да. Странно, странно, если честно. Хорошо. Вообще, успели ознакомиться с информацией? Или вы уже забыли, что это такое? С какой информацией? По проекту. Ну, я заходила на сайт, он вообще не найден, его нет. А как это так? А куда вы заходили, на какой сайт? Сейчас скажу. Так, inv-dfizkz.web.app Так? А ну, сейчас, секунду. Ну, это тот сайт, где вы просматривали рекламу, да, вот, по проекту? Да. Я так понимаю, вы попали, вы попали, вы попали к нам по рекламе, да? Где-то, я так думаю, в ютубе, либо там, я не знаю, в инстаграме. Ну да, где-то в ютубе, в ютубе. Хорошо. Смотрите, давайте помогу вам тогда разобраться, что это такое, расскажу, как это работает вообще. Как вы здесь можете заработать, а вы уже будете принимать для себя решения. Меня интересует информация, заголовки. Газпром разрешил торговать акциями в Казахстане. Ну, не газом же он торгует, я что, дурочка, это же не газ, это акции, видимо. Смотрите, мы работаем на активах компании Газпром, то есть, это, в принципе, акции компании Газпром. Также мы работаем по сырью, это газ, нефть, нефтепродукты. То есть, в принципе, у вас есть возможность на этом торговать, да? Ну, то есть, это не означает, что вы покупаете там кубометр газа, да, вам его привозят домой, и вы уже думаете, что с ним делать. Нет, все происходит удаленно, да, то есть, на фьючерсах. Я сейчас объясню, что это такое, как это работает, ничего сложного, я вас уверяю в этом нет. А можно я спрошу, а акции мы можем покупать Газпрома для получения в дальнейшем дивидендов? Конечно, конечно. Насчет дивидендов, смотрите, мы не занимаемся, да, вот, сделками на долгосрок. Задача вообще купить акцию вот сейчас по одной цене, да, лучше продать ее по другой цене, то есть дороже. То есть, нет такого, что вы там купили акцию, положили себе в копилочку, да, и ждете, когда будет цена на акции расти. То есть, у нас сделки происходят все на короткосрочный период. Ага. То есть, мы тут купили, тут продали. Ага. На разнице заработали. Сейчас объясню, я вам, я вас уверяю, ничего сложного нет, задача очень простая, да. Принцип работы – это межбиржевой арбитраж. Что это значит? Значит, задача межбиржевого арбитража очень простая – купить актив на одной бирже дешевле, продать на другой, но уже дороже. Потому что у нас существует большое количество бирж, на которых, в принципе, представлены активы компании «Газпром». То есть, есть, например, Московская биржа, есть Санкт-Петербургская, есть Лондонская, Токийская, Нью-Йоркская. Их очень много. И цены на активы, на каждой из них разные. Наша задача, задача нашего проекта – купить актив на той бирже, где дешевле, и продать на той, где дороже. К примеру, да, вот покупаем мы на лоток. Ну, я понимаю, что вы мне это, я маленькая, что ли. Естественно, что это спекулятивные сделки, и на разницу мы имеем прибыль. А каким образом Казахстан-то, каким боком к вам относится вообще? С какой стати Казахстан, «Газпром», акции, вот это все? Ну, смотрите, за счет того, что вы приобретаете акцию там, да, либо там актив, вот там, ну, я не знаю, газ, нефть, да, нефтепродукты, на короткий период, в принципе, нет никакой проблемы. Мы работаем по всем странам СНГ практически, да, там, кроме Украины, естественно. Мы работаем там, это Беларусь, Россия, Казахстан, Азербайджан, Узбекистан. Хорошо, а чем вам Украина не угодила? Ну, это уже вопрос не ко мне. У меня, в принципе, никаких претензий к Украине нет, но политика компании почему-то не разрешает работать с гражданами Украины. Понятно, потому что политика Украины, видимо. Это вопрос не ко мне. Понятно. Не знаю, не знаю, если честно, почему, да, но скорее всего, что... Минуточку, подождите. А вот у вас телефон, по-моему, стационарный, да, сейчас вы встретились у меня? Вы с какого города? Я звоню вам, это вообще IP-телефония, да, я вам звоню, это звонки через интернет. Мы находимся в Санкт-Петербурге. То есть наш главный офис, в котором, в принципе, я нахожусь, мы находимся в Санкт-Петербурге. Это инвестиционный отдел компании «Газпром». Я работаю непосредственно по проекту «Платформа Газпрома». В основном работаю по Казахстану, по клиентам из Казахстана. Так. Хорошо. Ну и дальше, и как вы дальше... Какие еще вопросы? Ну у вас лицензия, видимо, по России же есть лицензия? Разрешение вам работать в России, лицензия ОГРН, чего там у вас еще должно быть, как у компании. А как ваша компания называется? Смотрите, проект называется «Платформа Газпрома», а мы являемся инвестиционным отделом компании «Газпром». Проект называется «Платформа Газпрома», а фирма вашей компании как называется? Тоже «Платформа Газпрома». Смотрите, компания... Нет, 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 нет. Компания наша является брокерской, мы относимся к инвестиционному отделу компании «Газпром». Компания наша называется Bulls and Beers. Как? Это брокерская компания Bulls and Beers. Bulls and Beers. Это брокерская компания. Работаем мы, естественно, через Центральный банк Российской Генерации. Почему дикой? Дикой она, ну, не Bulls and Beers какой-то. Бир-пиво, что ли? Что-то такое? Нет. Бирс – это медведи. Боке и медведи. Это такие есть у нас у трейдеров термины, да? То есть есть бычий рост и медвежье падение. Это, в принципе, главные термины в трейдинге. Быки – это когда цена растет, медведи – это когда цена падает. В принципе, ну, вы сталкивались вообще с трейдингом? С серой биржевой трейдингом? Я не сталкивалась. Теоретически я слышала много. Теории слышала. Я слышу, что вы, в принципе, разбираетесь, понимаете вообще, о чем речь идет. Это очень хорошо. Смотрите, у нас есть вообще два варианта работы с нашей компанией, да? Первый вариант – это работа в ручном режиме, когда я закрепляю за вами специалиста. Он проводит вам обучение, то есть показывает, как сделки открываются, как они закрываются, как выставлять ордера, как пользоваться торговыми сигналами. Какую комиссию вы берете? Смотрите, наш интерес – это 20% от вашей чистой прибыли. Сколько? Вы заработали там 120% от 20% от... Гарантируем, ну, бывает так, вот компании говорят, что гарантируем там от 20% до 30% ежемесячно прибыль. А вот вы гарантируете какую-то прибыль? Ну, или как бы предполагаете ее, уверенно? Конечно. Какая? Смотрите, если у нас, как я и говорил, подожди, у нас есть два варианта. Это ручной режим, да? Есть автоматический режим торговли. А на какой автоматический, на какой платформе у вас? Четвертый, пятый? Нет, смотрите, у нас, мы не работаем на метатрейдерах, мы работаем на вебтрейдере. Какой? Вебтрейдер есть платформа. Есть платформа МТ4, МТ5, метатрейдер 4, метатрейдер 5, да, и есть вебтрейдер. Мы работаем на вебтрейдере. Потому что мы подключены к нескольким биржам, да, одновременно. За счет этого у нас есть возможность работать, в принципе, 24 часа в сутки, потому что существует временная разница на биржах. В принципе, этому очень большой плюс. По доходности у нас, если брать автоматизированную систему, то у нас получается где-то от 25 до 55% ежемесячно. Это если брать, если брать за неделю, да, то это получается где-то от 9 до 16% еженедельно. Вот той суммы, с которой вы начинаете работать. В принципе, ничего сложного нет. Вы говорите, что большой процент, 20% мы берем. Ну, это тоже устанавливаю как бы не я, да, такая политика компании. В принципе, так как вы получаете все услуги бесплатно, да, то есть поддержку на всех этапах торговли, платформу, там, если вам нужно автоматизированную систему торговли, специалиста, обучение. Ну, понятно. Хорошо. А какой минимальный у вас депозит? Смотрите, минимальная сумма депозита у нас по Казахстану, это 150 долларов, это где-то 65 с половиной тысячи деньги. Ага, и каким образом вносится депозит, переводится или как? Смотрите, есть вообще у нас два варианта, да, либо пополнение через личный кабинет, но там существует комиссия у нас, да, полтора процента. Есть еще второй вариант, это переводом на наш транзитный счет в банке Казахстан. У нас есть транзитный счет, он создан для того, потому что у нас через личный кабинет максимальная сумма пополнения – это 1000 долларов, если брать через личный кабинет. Поэтому у нас создан транзитный счет, через который люди могут переводить сумму там поболее. Тем более, если вы являетесь клиентом Казахстан, то у вас пополнение вообще будет осуществляться без какой-либо комиссии. А каким образом счет открывается? У вас. У нас? Смотрите, вы прошли регистрацию, у вас будет ваш личный кабинет, там будет находиться ваш торговый счет на платформе, да, то есть тот, с которого вы будете работать, с которого, в принципе, будет у вас работать программа, платформа. Ну да, как он открывается? Смотрите, он у вас уже есть. Счет у вас уже есть. Вам только после активации вашего торгового счета нужно будет связаться с нашим финансовым отделом, вам наберут, и вам нужно будет отправить одну фотографию паспорта для того, чтобы специалисты могли верифицировать, да, то есть ваш счет. Верификация только по паспорту? Ну, либо по паспорту, либо по, ну, я не знаю, ну, по документам. Ну, в основном по паспорту. А банковская карта, вот когда перевод обычно делается, там же данные банковской карты нужно еще вносить? Нет, когда вы будете делать, если вы будете делать переводом на транзитный счет, то вы просто делаете перевод, вы никуда не отправляете свои данные карты. А что такое транзитный счет? Минуту, что такое транзитный счет? Ну, смотрите, это счет, который находится у нас в Казахстане, да? То есть у нас есть бенефициар, это счет нашего финансового отдела. Бенефициар – это физическое лицо? Да, бенефициар – это физическое лицо, которое занимается… Бенефициар – это выгодоприобретатель, вообще-то. А при чем здесь мои деньги и выгодоприобретатель? Смотрите, ну, вам в любом случае, да, нам нужно… Транзитный счет создан для того, чтобы мы могли с территории Казахстана отправлять деньги на Россию, да, то есть на наш же счет… Ну, я могу в рублях конвертировать и перевести в рублях. Насчет компании, реквизиты счета компании я могу туда перевести. Ну, вы не понимаете, что для вас это будет дороже. Ну и что, зато надежнее. Извините, бесплатный сыр только в мышеловке. Лучше заплатить и знать кому-то точно, что я перевожу на счет компании с реквизитами, с буквами, с цифрами, много цифр. Вот это счет компании, бики, иики там какие-то. Я как бы оплачиваю там в нашем ИП разные там платежи. Я знаю, что такое счета, как они выглядят. Поэтому на физическое я не буду отправлять лицо однозначно. Если вам будет удобнее так, можем сделать так. В принципе, проблемы никакой нет. Хорошо. Смотрите, какие еще есть вопросы? На чем мы остановились? Нет, я просто к тому, что если верификация, когда с карты какие-то переводы делают, то там нужно данные карты вводить. А у меня CVV-кода нет, например. Я не смогу верифицироваться по карте. А как у вас нет CVV-кода? А вот так я его ножом соскоблила, чтобы никто, если я карту потеряю, никто не имел доступа. А я дату и CVV соскоблила ножом, намертво, вообще их там нет. И все, пользуюсь только номером. А я вот прочитала, умные люди мне посоветовали, там есть такие статьи, видосы разные. Вот вчера у меня рядом банкомат на работе, и человек забыл карту. Она у меня лежит, ну, правда, я через банк с ним связалась, он должен подойти и забрать сегодня эту карту. Но там все данные. Хочешь кредит бери, хочешь что бери, хочешь все бери. Вы вообще такие люди беспечные, вообще. Ну, вы понимаете, что это лицевые данные вашей карты? Ну, я вас умоляю, ну и что? Ну, как никто не сможет? Если у вас есть номер, дата и CVV, вы можете оплатить покупку в интернет-магазине. Как что? То? Какие-то публичные данные. Никакие не публичные, это личные данные. Вы понимаете, что у вас любая продавщица в магазине может это все посмотреть? Я вас умоляю, я вчера, вот послушайте меня, я вчера, пока разглядела, как написана фамилия этого человека, я глаза сломала. Что там может продавщица одним мгновением, тем более, что сейчас мы расплачиваемся на кассе, прикладывая карту к терминалу. Мы даже в руки не передаем карту. Я вас умоляю, это вы кому-нибудь другому расскажите, что это публичные данные. Ну, вы понимаете, что никто ничего с ними делать не сможет? Может, может. Вот давайте вы не спорьте со мной. Вы понимаете, что я постоянно с этим сталкиваюсь? А я постоянно тоже с этим сталкиваюсь. Я знаю, как оплачиваются покупки в интернете. Вам в любом случае... Знаю. Да, и вам в любом случае приходит смс, да, с ходом подтверждения? Ну, приходит, и что? А если я потеряю сумку, или у меня украдут сумочку, в которой у меня лежат карты и телефоны, и документ удостоверения, пожалуйста, делай, что хочешь с моими данными. Ну, это понятно, ну, это, ну, это уже мистика какая-то, да, если вы там все потеряете, понятно. Никакой мистики, вырвали сумку из рук, и все. Вот так. Ну, если у вас одна карта, то, в принципе, с ней будет очень тяжело что-то сделать. Ну, сделают. Просто невозможно. Вон, посмотрите на ютубе, мошенники звонят по телефону. Что только не делают с этими картами. Не, ну, это я тоже очень много слышал. А, посмотрите канал, очень интересный. Да не то, что слышал, там реальные разговоры. Учат нас, как мошенникам, не доверять опасации. Ну, да, но все правильно, все правильно. Хорошо, что сейчас есть, где узнать хотя бы информацию об этом. Тем более, что вот у нас по России очень распространено, когда звонит там, ну, как бы там, служба безопасности Сбербанка, Сбербанк уже не знает, как защищать своих клиентов, да, потому что проблема настолько масштабная, что просто ужас. Ну, хорошо. А вы знаете, самое интересное, что зарегистрируешься на одном ресурсе, и понеслось, начинает тебе Сбербанк звонить по этому же телефону и остальные брокерские типа компании и так далее. Что значит? Значит, с одного и с одной бочки все они. Сегодня он брокер, а завтра он Сбербанк. И голоса все одинаковые, прямо все как на подбор. Вот вашего я еще не слышала, по-моему, там голоса. Да? Да. Так это прям приятно. Смотрите, ну, вы понимаете, что, скорее всего, это происходит потому, что вы проходите регистрацию, и рекламодатель вот этой рекламы, он просто продает базу номеров людей, которые там регистрируют. И потом уже звонят отовсюду, потому что тоже проблема очень большая есть. У меня есть клиенты, которые просто даже меняли номер телефона свой, потому что, ну... А что я вам менять? Закрыл номер от незнакомых вызовов, да и все, пусть названивают, ради бога. Вы знаете, я вот вам скажу, у меня... Так, один смартфон двухсимочный, второй двухсимочный, один старенький, так, пятая симка, планшет шестая симка, и второй планшет. У меня семь сим-карт, семь ватсапов. Ничего себе. Да. Ну, я один телефон запросто могу вот так вам дать, а потом закрыть его от звонков, да и все, и звонят на здоровье. Ну, просто удобно. Один, например, на одном у меня онлайн Каспи-банк, на другом у меня другой онлайн-банк. Они все привязаны, и причем на эти телефоны у меня, они не засвечены. Если у меня есть засвеченные в интернете телефоны, у нас был сайт свой, как бы, ну, мы товар продвигали. А есть незасвеченные телефоны, которые я спокойно могу привязать к банку. А эти дурачки со Сбербанка звонят на засвеченные телефоны, и думают, что у меня карта к нему привязана. И дурдом. Сейчас им плохо, очень тяжело им сейчас живется, потому что у людей вот так вот. Я, например, с вами говорю по этому номеру, могу с другого из трубки позвонить Сбербанк. Ой, ну, это у вас Сбербанк. Я не смотрела из этих Сбербанков. Свой банк могу позвонить и уточнить, что у меня там в списании, там, или еще что-то. Все. Ну, тяжко бедным сейчас мошенникам живется, конечно. Да. Не то сейчас время. Даже послушаешь вот так на фоне, да, вот так вот вы говорите, да, там на фоне гвалт, иногда такая истеричка какая-нибудь начинает орать. Что вам еще надо? Или все. В общем, понимаешь, что каждый второй посылает их. Или троллит. Ну, как я, например. Да, конечно. Да, не верю я вам. Не верю я вам. Да, давайте закроем этот разговор. Просто мне некогда. Я уже пришла, куда мне нужно было. Да, хорошо. Все, до свидания. Да, всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»